Истец Мы с Сергеевной в браке, ну, числимся 9 лет, а совместно прожили 2 года. У нас есть совместно нажитое имущество, как уже заявил, дом, который оформлен на меня, и придорожное кафе «Сирень», которое оформлено на Маргариту. У нас есть сын, 7 лет, вот, он не совсем здоров, вот, но... Сложились так обстоятельства, что я после рождения сына покинул семью и ушел. Оставил ей и дом, и средства для существования, кафе. Вы называли вещи своими именами, ты нас бросил после того, как ребенок родился с диагнозом. Ответчик, ответчик, ответчик. Ваша честь, я оставил ей дом и ребенку, и оставил кафе, это мое детище, я в него душу вложил. Это довольно-таки доходное предприятие. Вот указанный дом, на котором вы говорите, он был приобретен в браке? Да, он был построен в браке. Был построен в браке. А вот это общество с заграничной ответственностью, то, что вы кафе называете, я правильно понимаю, да? Это общество также было организовано, когда вы находились в браке? А там дольщиками кто является? Сто процентов доли имеет Маргарита Сергеевна. Понятно. Скажите, пожалуйста, а вы предлагая произвести такой раздел совместно нашего имущества, дом ответчику, а долю признать за вами сто процентов в этом обществе, это что с вашей точки зрения, это сопоставимо по стоимости? Да, ваше честь. Ну, дом стоит немножко дешевле. По оценке, вот здесь есть документы, да, по оценке экспертизы, да, дом стоит порядка трех семи миллионов рублей. А насколько я видел документы у Маргариты, кафе оценится порядка четырех миллионов. А скажите, пожалуйста, вы с ответчиком этот вариант раздела обсуждали? Дело в том, что я семь лет как ушел из семьи, и тут я неожиданно получаю для себя заявление в суд, что я являюсь злостным непонатильщиком алиментов. А что у вас... Простите, пожалуйста, то есть вы посчитали, что вы оставили дом ответчику, вы оставили, ну, вот это общество с ограниченной ответственностью. Как я понимаю, вы там занимались предпринимательской деятельностью в этом обществе, и вас удивляет, что ответчик обратился в суд за получением алиментов? Конечно. Он считает, что я на это не права. А скажите, а вы как-то материально участвовали в содержании ребёнка? Ответчик, я вас спрашиваю. Ваша честь, я когда уходил, я себя чётко представлял, что я оставляю дом, который оформил на меня. Он оформлен на вас, но является совместно нажитым имуществом. Следовательно, и кафе является совместно нажитым имуществом. Следовательно, я понимал, что если я их оставляю, ухожу, то... Это ваше представление. Я считал, что это элементов достаточно. Вы считаете, что достаточно. В данном случае вы заявляете иск о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества, поскольку вы столкнулись с тем, что присутствует задолженность по плате алиментов. Я правильно вас понимаю? Ну, у меня нет задолженности, потому что на меня подали иск только по истечении 7 лет. А до этого было всё прекрасно. Хорошо, тогда вы мне можете пояснить, почему вы делите имущество? Я никак не могу понять. Потому что мне... Потому что я подала на алименты. Ему это не нравится, он не хочет платить алименты. И сом заявлено исковое требование о расторжении брака. На развод я согласна. На расторжение брака вы согласны. Да, согласна. На раздел имущества я подаю встречный иск. Я прошу, чтобы мне оставили кафе, а ему дом. Я объясню сейчас, почему. Мы уже давно не в браке, 7 лет мы не вместе. Он ушёл сразу же, как только родился ребёнок. Он как узнал диагноз, сразу же поставил меня перед фактом. Либо мы ребёнка отдаём в приют, либо... То есть перед выбором, так скажем. Либо он, либо ребёнок. Естественно, я не смогла в данной ситуации выбирать. Я сказал это потому, чтобы ты хоть мозги включила на тот момент. Какие мозги? Как я могу отдать своего ребёнка? Нельзя каждый день говорить. Дождите, сейчас речь идёт о ребёнке. Для него это было ужасно, то, что ребёнок больной. Он даже слушать об этом не хотел. Он не хотел ничего знать. Он ушёл, оставил и кафе, и всё. Его не интересовало. Нездоровье ребёнка. Что с ребёнком? Ну да, примерно... 3 700 и 4 миллиона. Вы не возражаете? Я не возражаю. Расскажите, пожалуйста, а вы отказываетесь от дома? Вы где будете проживать с ребёнком? У родителей. У моих родителей в квартире. Ну, просто кафе в данной ситуации, он прекрасно это знает. Для нас жизненно необходимо. Это единственный наш доход. Ребёнок с таким диагнозом нуждается по жизни регулярно в лечении. Так как государство предоставляет только медикаментозное бесплатное лечение. А помимо, существуют современные новые методы, которые помогают деткам с данными диагнозами развиваться, социализироваться. Ну, и так скажем... Истец, я поняла, а вы сейчас где проживаете? Я снимаю квартиру. Что-что? Снимаю жильё. Вы снимаете квартиру, да? Я не могу ребёнка отобрать жильё. То есть вы оставляете кафе как определённый доходный бизнес, исходя из того, что доходов с этого бизнеса достаточно для содержания ребёнка-инвалида. Значит, сейчас, оставляя бывшей супруге дом, вы отбираете у неё источник её существования и ребёнка-инвалида. Нет, Ваша честь. Прежде чем она подала заявление на алименты, я приехал к ней. И хотел... И угрожал мне, что он подкупит суд и сделает так, что мне отберут кафе. И всё из-за того, что я на алименты подала. Я приехал к ней поговорить. И полюборно договориться. Если у неё не получается в бизнесе. Почему не получается? Простите, естественно. Если она подаёт на алименты. У меня всё прекрасно получается. Я работаю... Просто лечение требует очень больших средств. Значит, она не справляется? Это ситуация, что у меня просто не хватает. Нет, это ваш... Это опять ваш вывод. Доходы не всегда стабильны. Это бизнес. Это не зарплата фиксированная. Бывает меньше, бывает больше. Иногда мне не хватает денег на лечение, которое требуется в данный момент. И несколько раз я обращалась к ответчику за помощью. Он мне в ней отказывался. И поэтому по истечению какого-то времени я поняла, что это бессмысленно что-то у него просить. И пошла подала на алименты. Я не считаю, что я что-то сделала противозаконное. Он обязан платить своему ребёнку алименты. Он отец. Я одна его 7 лет тянула. Ничего от него не требовала. Несколько раз попросила. Он меня послал. И взамен... Ну хорошо, ответчик. Он мне просто обещал отомстить за то, что я подала на алименты. Ответчик, скажите, а ваши-то родители как относятся к тому, что вы будете совместно с ребёнком жить? Ну, мои родители пенсионеры. Они, естественно, мне помогают. Чем могут? Но они понимают прекрасно. Ответчик, вы понимаете, что предлагая такой раздел имущества, вы заставляете суд лишать ребёнка жилья? Ну, даже останусь я в этом доме. Мне содержать этот дом не на что будет. Мне алиментарно оплатить расходы не на что будет. Потому что благодаря этому кафе мы живём. Я оплачиваю лечение, алиментарное проживание, питание. Вот 30-40 тысяч у меня примерно выходит в месяц. 12 тысяч я получаю. Скажите, а размер алиментов какой? 15 тысяч назначили. 12 тысяч я получаю как семья, которая воспитывает инвалида. И 12-700 ребёнок получает пенсию. Это весь мой доход. Но при этом у нас ежемесячно на лечение уходит от 20 до 30 тысяч. Потому что каждая процедура – это 600-700 рублей. Процедура там физиотерапии, массаж, классический массаж. Содержание дома сколько? А что содержание дома? Содержание дома. Расходы на содержание дома. Ну как, кварплата дома, за газ, за свет заплатить. Алиментарно в доме, сами понимаете, что-то ломается. Ещё что-то поделать. Ну сколько примерно, скажите. Ну тоже по-разному. Ну примерно месяц у нас выходит около 5 тысяч. Просто заплатить за свет, за отопление. За всё это. То есть он считает, что я получаю какие-то огромные деньги. Большая честь, это, конечно, всё хорошо. Да, но я Маргариту вижу. В очень разных местах. И в театре, и в ресторанах. А я что, не могу сходить в театр? Она всегда прилично одета. Выглядит хорошо. А мне, подождите, естественно, и что? Как что? Ты, подождите, отвечу, и сделайте вывод. Знаете, поход в театр сейчас дорогое удовольствие, Ваша честь. Он считает, что если у тебя ребёнок инвалид, то ты всё, должен себя похоронить и выглядеть как покойница. А то, что я пошёл по 24 часа в сутки, мне реально спать некогда. Потому что мне и нужно ребёнка обеспечить, отвезти везде на все процедуры. Вот, истец, лучше бы вы не произносили. И то, что я иногда выхожу куда-то, хоть просто отвлечься. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслужив исковые требования со возражения ответчика по заявленным исковым требованиям относительно раздела имущества и согласия ответчика на расторжение брака, исковые требования о расторжении брака суд удовлетворяет и брак между супругами расторгает. Суд также производит раздел супружеского имущества в следующем порядке. Суд, отходя от равенства долей, в данном случае неестественный ответчик против этого не возражал, считая, что стоимость дома и стоимость доли общества с ограниченной ответственностью сюрень является сопоставимыми, считает необходимо произвести раздел супружеского имущества в следующем порядке оставить за ответчиком общества с ограниченной ответственностью сюрень как единственного собственника, передать собственности сам жилой дом. В данном случае суд считает возможным отойти от равенства долей и считать их сопоставимыми, с учетом того, что ответчик доказал, что доходы, извлекаемые от ее предпринимательской деятельности, являются фактически основополагающими для содержания ребенка-инвалида, поскольку получаемая пенсия, пособие, а также размер алиментов не обеспечит ребенку необходимый уход и поддержание достаточно благоприятных и комфортных условий существования. Таким образом, истец, за вами остается обязательство материального содержания ребенка в выплате алиментов в размере 15 тысяч рублей, и в вашу собственность переходит указанный спорный дом. Истец и ответчик, решение суда понятно? Суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать! Решение суда. Иск удовлетворить частично. Встречный иск удовлетворить. Мне надо было раньше развестись и поделить имущество. Я поражаюсь, из-за 15 тысяч устроит этот сорт-бор. Могли бы между собой договориться. Я с мужиков в шоке. Детей наделают, алименты платить не хотят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова